Здравствуйте! Рассветает. Смотрю в окно. Висяндра кого-то интенсивно ловит, раскапывая при этом землю около куста японской айвы. Так, не иначе под кормушкой поселилась мышь. Ох, надо идти на улицу гнать собаку. Иначе она мне сейчас кустик-то уделает. Так, и стоит поспешить. Виська расстроилась, выдворенная в избушку. Она явно обиделась на то, что ее охота была прервана. Но елки-палки, японская айва, цветет красиво. И поэтому нет смысла ее разорвать. Чуть дух так загнула. Сиандра. Так, а Радика на месте нет? Сделал вчера ему подстилочку. Так, но там пес не валялся. И вообще еще на работу не вышел. Обычно в это время. Утро он уже находится здесь. Охраняет. Да, сегодня мне вероятно предстоит совершить небольшую прогулочку на правильную деревню. Веся, это же люстра. Ну зачем ее валять? Да, до нее дело явно не скоро дойдет. Ник мне тут заказала рамочку для меню птички на кафе. Еще надо какую-то треногу придумать, чтобы это все можно было устанавливать как около посещаемых точек общепита. И поэтому мне сегодня надо за материалом сходить. Обещают снегопады и вероятно не скоро нам удастся в лес отправиться. Разве что на лыжах после того, как неделю снега будут падать с небес. Ладно, посмотрим, если погода будет безветренной. Пройдемся и попытаемся что-нибудь найти. Или порыскаем по окрестностям. Что, Бонька, думаешь, идти гулять или не стоит? Да нет, наверное. Ни к чему. Еще не расцвело морозно. Но сегодня опять же снежок будет падать. Ладно, поглядим, что там с погодой и каковы наши планы. Во всяком случае, они зависят только от нее и тех желаний, которые внезапно могут возникнуть. Пока занимался мытьем посуды, приборочкой, Бонифаций заскочил на полку. Боня, вот как так можно, а? Там же минимум место. И после этого начал настойчиво теребить пакетик с лакомством лапкой. Боня, я все поняла, сейчас все будет. Но учти, по многу этих вкусняшек есть нельзя. За целый день. А не более 15-20 штучек. Да и то с интервальчиком. Так что давай спускайся. Сейчас тебе в мисочку насыплю немножко. Основной завтрак уже состоялся. Ну, а теперь необходим десерт. Ну, а что до меня, то я отправляюсь кормить птиц. Вот, так сказать, надо сегодня душу принять. Эх, колодезный сезон. А ведь совсем недавно можно было накачать воду с веранды. Теперь к колодцу. Причем неоднократно. Ладно, это все благотворно влияет на здоровье. И что-то не видно снегирей. Только парочка сегодня пропорхнула. Сонка давненько не появлялась. Ну что, выбираешь, чтобы захомячить? Ну, обычно он с полки мышей достает. А тут явно примеривается к очередным вкусняшкам. Ладно, ладно. Сейчас посмотрим, что там. Ну, очень хочется. Кот, ты прям не оголодавший, а обнаглевший какой-то стал. Дерзатель. Ладно, сейчас сама. Тьфу, ты что делаешь? Хорошо хоть вовремя пластику выплюнуть. Да, в пакетике лежали палочки для котиков. И собачки оживились. Ну, как же, как же. Ладно, доставай. Угу, молодец. Ой. Завидуйте. Каре. У нас все в общем, что кошачье, что собачье, лопают все. Угу. Приятно начинать с подобного нового утра. Что, уже? Ну, бери следующий. Так, а это тогда горький с писькой пополам. Угу. Вкусненько. Первый успелый, да. Да. Хорошо, когда день начинается с лакомства. На, Карька. Все. Одеваемся. Выметаемся. А вот и с ней, Игорь. Доброе утечко. Хм. По-моему, тот самый, который всех гоняет. Но сейчас уступил место синичкам. Ладно, пора идти корм подсыпать. Славное выдалось утречко. Вопреки прогнозам, небо расчищается. Несутся легкие облачка. Эх, поднялся ветерок. Да, в поле будет неуютно, если я туда отправлюсь. А между тем, растявкался Родиончик. Пойди поздороваться. Ну что, пойдете гулять? Пошли, калитку открою. Какой энтузиазм. Да, Каря? Тебе не мешало бы пробежаться. Пойдем. Да, да, сейчас. Не терпится пообщаться. Доброе утро. Привет, привет. Хороший, хороший. Ну и чего? Сделайте лежанку. Так, а ты тут уже местечко нагрел, да? Все ясно. Действительно. Пес повышенной косматостью презирает всевозможные блага цивилизации. Даже в виде подстилочки. Так, Каратик, все хорошо. Мы сегодня немножко прогуляемся вон туда. Ну, а сейчас мне надо дела делать. Радист мой. Иди с девчонками поиграй. С кем начнешь? Каре или Веся? Нет, я тебе больше нравлюсь. Ладно, ребята, мне сейчас немножко некогда. Позже продолжим общаться. Ух, притащила последнюю хапку дров и обнаружила, что свету нету. Стало быть, электрики решили сегодня начать свою деятельность пораньше. Ох, интересно, до скольких часов все это будет продолжаться. Родион. Лежит так, чтобы всю дорогу было видно. И направо, и налево. Ну, конечно. Из того закутка ничего интересного не рассмотришь. Да, вероятно, зря я возилась с этими ковриками и подставкой под них, чтобы они на земле лежали. Родион вообще ни к чему. Ну, ничего, пусть лежат. А я жду. Жду, когда можно будет наконец покрутить, вертеть в руках то, что у меня вчера вышло. Еще немножко до конца впитается. Вот тогда и полюбуемся. Так, Боня, я полагаю, ты уже нагулялся, а что до меня, то вещички собраны. Давай-ка я тебя домой затащу, а, малыш? Не хочу тебя в такую холодырку вставлять на улице. Или что-то можешь за нами увязаться. Так что в охапочку и в избушечку. А мне уже пора. Ну, так и есть. Электрики пожаловали. Остановились посреди дороги. И явно будут продвигаться дальше. Ну, что, что, не терпится? Ладно, пойдем. Да, ветры на сегодня. Слезу из глаз вышибает. Пришло садить темные очки, в которых обычно в марте месяце, когда солнечно появляется, нас катаются на лыжах. А ведь на лыжах скоро дело дойдет, если уж действительно снегобаты начнутся. Вот это было бы здорово. Соскучилось. Ну, а пока недальняя прогулка. Вон, к той сломанной березе. Эх, враганный ветер повалило ее этим летом. Попробуй там что-нибудь найти. Ну, а в Савинайдол попозже загляну. Все же солнышко невысокое. Ах, проглядывающе сквозь облака. Ну, как же приятно все-таки на него смотреть. Увы, здесь ничего подходящего подыскать не удастся. Скрюченные ветви, покрытые лишайником, где уже припорошенные снегом. Ну, вот эти беленькие, тонковатые. Мне нужны прямые светлые веточки, чтобы все хорошо получилось. Мне же надо рамку сделать для меню птичкиного кафе. Поэтому, судя по всему, придется отправляться в лес. Не самая лучшая затея в такой ветер. Тем более в клеях могут скрываться подо льдом лужи, которые промерзли насквозь. Вот скользнуться бы не хотелось. И ветер. Ох, какой ветерок. Ну, ничего. Прогуляться всегда полезно. Ножовка со мной. А потому поградем к лесу. Знаю я, где там на опушке. Также полегла несчастная березка. Ну, с куда более подходящими ветвями. Я думаю, никто не расстроится по поводу прогуляться. Ладно, не сдует. А вот и солнышко засияло во всей своей красе. О, как же все преобразилось. Белизна дороги, тронутая только лапками собак. Тучи на севере и седая трава, которая еще не полегла под ветрами и покровом снега. Красотища. Что ж, решили прогуляться и прогуляемся. Тем более пока так здорово. Ну, потом, конечно, будет более мрачно. Может, еще и снегопад начнется. Ну, а пока все замечательно. Да, блин, да, опушки. Собакам хорошо, у них четыре лапы. А я дважды подскользнулась, но ни разу не навернулась. Все около леса, потише. Можно даже очки снять. Глаза уже не слезятся от ветра. А тут я смотрю, мышки друг другу в гости бедали. Вот норка, масса следов. Идут в другую сторону. И тут явно проходил момент общения. Ну, как же, как же. Зимой надо чаще друг другу в гости ходить, чтобы римечко скоротать. А может, что-нибудь вкусненькое под снегом искали. Однако, вперед в лес знаю я, где березка лежит. А может, и по дороге что найдется. Во всяком случае, раз уж я здесь, ну, как не прогуляться. Не скажу, что здесь полная тишина. Мотаются по ветру макушки деревьев, шелестят лапы елей и голые ветви березок. И здесь уже лег снег. Господи, сколько же его скоро станет. И как прогнуться лапы елей под белыми украшениями. Да, лес прекрасен в любую пору. Но скоро он будет поистине сказочным и новогодним. Впрочем, надо пробираться дальше и искать ту березку, к которой я, собственно, и направляюсь. А вот и она. Рухнула в прошлом году. Часть ствола осталась. И совсем недалеко от опушки. Веська шныряется. Вызнутым языком успела набегаться, наскакаться. Куда-то только что рванул радик. Он мелькает впереди. Так, ну что, надо посмотреть, исследовать. Отряхнуть от снега. И взять то, что мне необходимо. Ну, как обычно, с запасиком. Мало ли, вдруг еще на что пригодится. Ну, отпилить веточку. Дело недолгое. Ножовка уже в рюкзаке. Вот этого мне вполне хватит на рамку для меню. Ну, а сейчас, наверное, имеет смысл прогуляться. Что я, зря сюда повета утащила, что ли? Нет. Лес это всегда хорошо. И у меня, к тому же, есть еще одна задача. Набрать бересты для растопки печки. Лучшего материала для этого не придумать. К тому же... Хм... Забеспокоился Родион. Кого-то обтявкивает. Не думаю, что с кем-то сегодня повстречаюсь. Тем не менее, прогуляться хочется. Давненько, давненько не была. А, последний раз еще и снега не было. Шныряла по новым вырубкам в поисках коряк. Притащила свою люстру. Еще умудрилась, чуть было не утонуть в грязи. Ай, ладно. Пройдусь, прогуляюсь. А уж затем вернусь на это же самое место. И... Домой. А вот и опята. Да, это зимние опята. Теперь уже по-настоящему зимнее. Они ледяные, прозрачные, покрыты снежком. Красиво смотрятся. Полезные грибочки. Ну, собирать я их не стану. Еще немножко пройтись, но уже начинает падать снег. И не поймешь. То ли сдувает его ветром с ветвей, то ли прям снегопад начинается, что весьма неудивительно. Потемнело в лесу. А, да. Нагулялись. Надо возвращаться. Да, теперь долго по лесу не пошляешься. Ай, и коряшки все скрылись. Досадно, досадно. Столько всего можно было еще интересного найти. Но теперь даже вот такую деревяшку не одерешь от земли. Все уже примерзло. Ладно. К опушке. К дому. Машинка. И заносится откуда-то звук бензопилы. Любопытно. И кто бы это мог быть? И с какой стать? Странно. Судя по столбу это лесники. Елки-палки. Неужели здесь тоже что-то будут вырубать? Рубить-то нечего. Сколько можно? Товарищи ушли куда-то вдаль. Но мне с ними встречаться неохота. Ах, себе дороже. Ну, березу спилили для того, чтобы столб сделать. Красавцы. Это уж поистине весь день странных машинок. Это приехал. Артемова исчезла. Интересно, хозяйка дома или нет? Ладно. Пойду деревяшкой похвастаюсь. Покажу, что принесла. И надо бы изник, какой высоты все это арматурой для птичек делать. Хотелось бы уточнить. Привет, Куби. Ну и сквозняк здесь у тебя. Такое ощущение, что северный ветер дует со всех четырех сторон. Лезь в конуру. Я ненадолго. Очень неизвестно, дома народ или нет. Аграть-ка меня с остальными дожидается. Ладно, ненадолго загляну. Главное, тебя погладить. Рожиться-то моя хитрая. А хозяев-то дома нету? О, притопала. Ладно, увидимся. Пообщаемся. Ну, вещька, как всегда, просочилась. Вот эта негодяйка маленькая, а? Ну как же, с Кубиком надо поздороваться. Ух, заметает. Ладно, пойду я. А то так хорошо разогрелось во время ходьбы. А сейчас уже как-то зябко становится. Да-да. Надеюсь, тебя ненадолго покинули. Ты мой хороший. Ух ты, подошла. А у меня тут ангелы в люльке. Ага. Видно, только что закончили крепить провода. Ох, пропустила интересный момент. Ничего страшного. Ладно, пойду поздороваюсь. Новые провода возникают, старые срезают, сматывают в хомуты и уносят в машину. Алюминий, ценный металл. Всё правильно. И вот, начал натягиваться провод от моего столба. И сейчас очередная струна возникнет в небесах. Да, как же оперативно всё-таки люди работают. Не так давно они появились, а сколько уже изменилось в нашей деревне. Мне вот всё-таки любопытно относительно освещения. Что возник и появится ли вообще. Впрочем, узнаем. Ну, в избушке, естественно, в этот момент освещения отсутствует. Впрочем, как всегда, ищем заняться. Собакам выданы последние утиные лапки. Радик свою утащил. И явно где-то погрызает. Уже поодли от моего дома. Ну, а я намерена сейчас этот самый дырын, чтобы много места не занимал, распустить по размерам меню птичкиного кафе. Ну, а затем продолжить возиться своей деревяшкой. Очередной. На этот раз ольховой. И ужасно приятно, что теперь можно взять в руки то, на чем я работала вчера. Ну, вот. Первое покрытие льняным маслом прошло успешно. И какой оттенок всё-таки у осинки. Красота. Всё-таки не прогадала я, взяв берёзу. Поскольку блюдо получилось многоцветным, она как будто бы из той же самой породы дерева. Это берёзка. Хотя нет. Это осина. Ну, что ж, любопытный микс получился. Трещинки затянулись более-менее. Нет, не стану ничего тут проклеивать. И так хорошо. А главное, рочно. Ну, что ж, ещё одно покрытие. И надеюсь, что всё это будет завершено. Вот что-что. А печку-то мне по-любому придётся сегодня топить. Ох, почивает по нефаций. И правильно делает. Потому что птички резвятся у кормушки. Не стоит их беспокоить. Сейчас у нас час воробья. Синечек мало. И, вероятно, вновь появятся снегири. Ладно. Берусь за ножовку. Все трофеи уже в доме. И надо выгрузить бересту, которая мне так необходима для того, чтобы печку растапливать. Да, сумрачно вновь встала на улице. Ну, как бы то ни было. А конец ноября. Состарилась осень. И смотрит она, как снег между камнями чертит письмена. Тут хоть не задувает, как в сарийном доле. Ну, распилить-то дело недолго и нехитрое. Здорово я всё-таки. Подгадала с этой деревяшкой. Тащила один большой дырын. Потому что так удобнее. Ну, что ж, всё совпало. Даже лишнего ничего не оказалось. Естественно, кроме опилок. Выглядеть это будет приблизительно вот так. Но ещё предстоит делать прорези, пазы. Но у меня нет ни одной фанерки, лёспи, которые можно было бы сзади приделать. Это уж у ребят надо раздобыть. Наверняка у них что-нибудь осталось. Впрочем, работать с мокрой влажной древесиной совершенно неприятно. Пускай посохнет до завтра. А там видно будет. Заодно, как следует, обдумаю, как всё-то лучше скомпоновать. О, Боинг! Хоть ты и откушал, но гулять явно не собираешься. Я тебя прекрасно понимаю. Пошёл снег. Миленький, колюченький. И много-много-много. Да, не обманул прогноз. Начались снегопады. Что ж, пора затопить печь и взяться за работу. Тем более, чтобы людечка вчера уже начала приобретать какие-то конкретные формы. Немножко поработала со шлифовкой вручную после болгарки. И вот сегодня надо уже заниматься внутренностями. Так, поскольку прислана мне инструментом, я ещё не прикасалась. Надо почитать инструкции, разобраться. А это дело долгое. Пока всё-таки поработаю по-привычному вручную. Ну, а это всё пока. Собрать, убрать до завтра и вновь продолжить. Нет, действительно, сразу делать какие-то вещи я не люблю. Сначала долго обдумываешь что да как, прикидываешь. И хорошие мысли приходят уже не опосля, а в процессе. Главное дать идее отстояться. Собирала затопить печь, выглянула в окно, разыгралась настоящая метель. А под берёзой расположился Родион. Рядом шныряют сороки, которые его совершенно не боятся. И так лёгует то, что осталось в миске. Вот удивительный пёс, ну что ему в конуре-то не лежит, Сань? Типу спартанский мальчик. Птицам всё меньше остаётся корма. И метель, и метель, мне сейчас предстоит снова выпираться на улицу, подсыпать в кормушке. Да, в такую погоду их надо хорошенечко прикармливать. Вероятно, снег пойдёт ещё пуще. Это мне только лопички хорошо. Снегирёк прилетел. Здравствуйте. Всё чаще и чаще начинают они у меня появляться. Мне это приятно. Уже и зеленушки прилетали. Эх, вот дятла ещё ни одного в этом году не было. Ладно, выберусь на улицу, а уж потом приступлю к работе по-новой. Заплыхали дрова, уютное потрескивание, тепло. Хм, нет, вот ради чего хотя бы стоило жить в деревне, это чтобы каждый день любоваться на живой огонь. Ну, что может быть прекраснее? Беет тепло, сразу же как-то становится уютно. Ох, хорошо. Вечеру прокреется избушка, и ночные холода совершенно не пугают. Ну, а тут работёнка продолжается. Думала, сейчас конкретно за шлифовку возьмусь, а нет. Всё время хочется что-то подделать, исправить, сделать как-то более изящным эту самую деревяшку. странненький такой цветочек получается, но по-любому в качестве блюда не нажнется. Вполне неплохо, я надеюсь. Уж не знаю, что получится в результате, но постараюсь приложить к этому все усилия. А Бонифаций сопит. Веська свернулась на коврике, как обычно под кроватью. Ну, а я время от времени выглядываю в окно любуюсь на снег. Сметается корыш, покрылась дорогой, уже не видно листьев. Наступает настоящая зима. И как удачно, что мы сегодня прогулялись в лес. Вот уж действительно не собиралась. Но, как говорится, что богини делают всё к лучшему. Да, хоть немножко прошлись, деревяшку нужную в хозяйстве принесли. Надеюсь, что из неё что-нибудь выйдет путное. Надо продолжать. Непонятно, когда возникнет свет. Электриков ей-богу, жалко. В такую погоду трудиться на улице, да ещё на верхотуре некоторым из бригады. Ой-ой-ой, для чего непростая работа. Особенно в такую погоду. Надеюсь, что они сегодня побыстрее закончат. Но надо же делать хоть эти скидки на погодные условия. К тому же свет, может, пораньше дадут. Будем надеяться на лучшее. Ну что ж, всем здоровья, удачи. А у нас наступает настоящая зима. И пусть она будет прекрасной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok